В середине 1930-х годов одним из главных вызовов для властей стал квартал Хамелеонка во Владивостоке. Все эти дома, они были построены именно жителями Мелионки. Естественно, люди небогатые, что украли, то и положили. Этот район был настоящей преступной язвой на теле города. Я не знаю, где они вот в этом маленьком квартальчике вообще размещались все. Такое ощущение, что они либо спали по очереди, либо стоя. Здесь было очень много людей. Но переписи, естественно, никто не делал. Для обычных жителей было опасно появляться здесь не только в темное время суток, но и днем. Подобные китайские кварталы существовали почти в каждом крупном городе Дальнего Востока. И получили свое название из-за большого скопления нищих мигрантов, которые обитали здесь. Ну, потому и назвали Миллионка, потому что никто не знал, сколько, много людей. Ну, значит, миллион. Логика совершенно простая. Каждый вечер квартал превращался в центр разврата и преступности. Китайский театр – это не то, что вот как у нас привыкли люди, да? Пришли, сели, смотрим, хлопаем в ладошки и расходимся. Не, в китайском театре как бы так, что пришли, едим, разговариваем, общаемся. А там на сцене что-то происходит. Ну, и вот здесь вот то же самое. То есть это был шум, гамма, и не обязательно зрители приходили посмотреть представление, а как бы провести просто вечер с друзьями. Все началось с морепродуктов. То есть в ковше, в Семеновском ковше, сейчас это спортивная набережная, там причаливались джонки. Они доставляли морепродукты, вот они выходили в залив, ловили, ныряли, поднимали морепродукты. И все это сразу же доставлялось вот сюда. Образовался базар, большой базар. Тут было все. И вещи, и продукты, и не только морепродукты. Потом людям, которые работали на этом рынке, им, естественно, нужно было где-то селиться. И вот они поселились здесь. Это была самая окраина города. Оно сначала было все деревянное, горело много раз, поэтому люди начали потихонечку отстраивать себе кирпичные дома. Если там посмотреть, зайти внутрь, посмотреть квартиры, там комнатки малюсенькие. Так, как здесь был криминальный район, и часто были обвалы, вот можно найти такие порталы, откуда сбегали от правосудия. Вот можно, смотрите. Вот где штукатурка обваливается, там, в принципе, можно разглядеть вкладки, что есть какие-то дырки. Власть была вовлечена в эту коррупционную сеть, что только добавляло проблем в борьбе с организованной преступностью в городе. Система была настолько сложной, что «Миленка» адаптировалась к любым политическим изменениям в стране, продолжая свою мрачную деятельность даже при интервентах и после прихода советской власти. Кстати, чтобы не оказаться в неприятной ситуации и посмотреть самые интересные объекты, лучше обратиться в туристско-информационный центр, который открыло правительство Приморского края. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...